Конечно же, рабство, мобильное рабство существует, потому что я, например, со своим номером живу последние лет 12 и не могу с него уйти даже при желании, потому что я понимаю, что этот номер слишком далеко распространился по сетям моих контактов. Старые визитки, которые я когда-то кому-то давал, телефоны, из которых оно качует туда-сюда. Поэтому, конечно же, это можно назвать рабством. Так же, как у тебя есть рабство собственного имени. Тебе нужно на него работать, да, и если ты имеешь какой-то капитал, то ты в каком-то смысле в заложниках этого капитала. Очень здорово, что у нас становится возможна вот эта миграция. И здесь у нас есть шанс оказаться, если не впереди планеты всей, то однозначно на острие прогресса. Потому что, например, в той же Америке доходит до абсурда, там в некоторых штатах нужно платить за входящие смс-ки. У нас все входящие звонки, не говоря уже об смс-ках, давным-давно бесплатны. И это пример, когда регулирование действительно на благо пользователю. Уход от рабства, сильное слово, но от замыкания на собственном номере. Возможность мигрировать между операторами, возможность мигрировать между номерами. Это, конечно, здорово. Это здорово для конкуренции, это здорово для какой-то включенности в информационные глобальные потоки, когда ты не особенно думаешь, что ты потеряешь то, что у тебя есть. Спасибо.